Есть ли у вас друг, который считает, что играет на 10-й левел фэйсит, но на самом деле всё ещё третий? Таких людей много, и наша задача в этих роликах не поиздеваться, а проверить этих людей и дать им советы, как это исправить, и насколько они далеки или близки от своей амбиции. Это уже не первый выпуск, поэтому посчитаем, что это уже наша регулярная рубрика. Мы записали ещё два таких выпуска, но они выйдут не на этом канале. Вы сможете их найти в моём телеграм-канале. Приятного просмотра и аппетита. Погнали! Первый участник, Фортекс. У него 4-й левел фэйсит, но он уверен, что играет на 10-й, потому что знает тактики и умеет колить. Но его тиммейты слишком лоу-скильные, что не позволяет воплощать эти тактики в жизнь. Им банально не хватает знаний. Он уверен, что на 10-м левеле даст большой импакт, как капитан, потому что тиммейты смогут понимать его колой. Давайте познакомимся с первым участником. Получается, ты капитан, ты не снайпер. Я не снайпер, да. Хорошо. Ну, ты понимаешь, что капитан, это не человек, который говорит иногда о РЖБ. Это человек, который полностью понимает всю картину ситуации в команде. Кто в тильте, кто не в тильте, кому нужно пропереться, кому нужно замолчать. Ты сможешь это контролировать? Это чувствуешь? Ты психолог? Ну, я не психолог, но я пытаюсь. Хорошо. Мне очень интересно. Мне очень интересно посмотреть, как ты будешь сейчас себя вести против людей, которые умеют играть. И в команде, где умеют думать. Погнали? Да. Давай. Алло, алло, меня слышно? Глава Верка, связи. Hello. Все, Гору, убить нубов. Let's go, my brother. Сейчас я тебя с деглау. Если будем, то что я тебя заставил. Все. Для кого стартуем? Портекс. За Т начнем. За Т давай. Капитан, гол. Так, мы пойдем, наверное, по да. Я дам смог 9 и 2 флешки в сайт. Через девятку идем на шифте или сразу? Да, 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 на шифте. Потом аккуратно спускаемся, ждем в упоре и уже заходим. Погнали. Портекс БББ. Смок и флешка. Аж 2 флешки. Броню решил не брать. Не слушает. Смотри, ну опускается беззвучно. Да. Это хорошо. Умеет. Надяточку смог и 2 флешки. Смотри, дал смог, дал флешку. Все идеально. Ком. На камеру. Камера вышла. 8D. Спина есть. Вот он смотрит поджим. Он ждет люркера. Далан ски-то сласы. Ну что-то он задерживает. Там одного типа я давит в сайте, и они ему не помогают. Он как-то еще хаку распетлял это. Хорош. Хорош. Фортекс просто раскинул, постоял, посмотрел спину. Не, ну в целом роль капитана была выполнена, если это был его колу еще к тому же. Я могу дать смок в двери на миду. И подождем хаешки, и потом аккуратно пойдем. 5 мид просто отконтачим. Не-не-не, один еще может законтролить В, и один в воду. Решите-то. Я в беду справа начну. Смок не самого пустого в окно, но ему простительно. Он даже его попал. Ворот убил. Пацан, начинай играть. Зеленый. Ждем зеленого и заходим А. Куда он заколит? Пойти в темпл или... Немного растерян. Посмотри на его движение. Ну да, как будто мы где-то это уже видели. Может, полнуется. Я оставлю под воду. Хорошо. Есть вариант пойти сейчас на Б, но нам нужно контроль в АД-1. Даже двое, наверное, чтобы кон в кон пошли. Я могу купить АВП, взять кон. Хорошо. То есть ты посмотришь кон, я пробегу к стенке. Давай, давай. Остальные тогда идут в Б, но один мид... Я мид кину и сближусь к иллюзию создам. Я хочу кинуть два смока и зайти. Давай, темный гидон. Ну что-то крутое вылицовывается. Хотя он мог это заколить, но челок он сам типа отбивает. Как будто в этом его мало заслуги. Слушай, я два смока. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Два мимо. Я поставил. Я пробую искать. Я катаюсь. На Т без головы вроде. Я также буду смок окно давать. Вы сразу не пикайте, он нормально... Я хочу этот раунд. Смотри, я потратил 8 секунд примерно Чтобы долетел этот смок. Давай раньше сыграем. Ну я распикивал. Очень странно. Останавливался на полу... Не знаю, как... Полу телом открылся на весь сайт и стоял, ждал по стенке. Я также смок окно кидал. Я кинул. Найс, я смок музей дал. Мид и ай-яй-яй. Я ставлю. Храм забрал. Хорошо, там бурло. Там полови. Давай фортекс, бери смок в руки. Кидаю в окно, давай. Он слышит меня, спасибо. Он как будто бот, который забывает. Зеленый, бери бомбу. Стои на миду. Колонна, на. Пошли ся, пошли ся. Он упал, упал бы. Колонна не увиделась, штоп. Пошли по левой, бей. 9. 9, 9, 9. 9 справа. Так, где колонна? Я жду тебя, я жду тебя. Второй, второй. Все, еще мид. Хорошо. Зеленый, верни калаш. Я тебя дропнул. Зеленый, верни калашку пикрыну. Опять дает этот смоку, как он его любит. Ладно, смок на самом деле нормальный. В плане, я думаю, плохо садится. Просто его проблема с долгом раскрытия. Нам нужно вот раз-б закончить, потому что мы всегда охлаждены. Давай, пойдем. Зеленый, деми, смок. Я тебе передам, тоже второй. Я к вам сближаюсь, пик, не простит. Комна, бил, бил. Музей, я блэшверт. Музей, я блэшверт. Пождите. Я дальнюю. Вы можете дальнюю? Вода не будет. Я себя контролирую. Хорошо. Вы можете на дёрнук, мы вид будем. Да, конкретно. Убил АВП в камеру. За пунктом, за пунктом. Не знаю, братик. Пока я вижу его как шестой левел, пятый. За пять. О, нет, пакет. Убил спец. Бой, окно. Упор окно. Убил спец. О, нет. Хорошо. Пикать вроде хочет. Можем В закончить хоть раз. Или А. А, пошли А, пошли Оранжевый. Ну, слушай, в этом раунде он сыграл как молодец. Слева, слева. Слева. Обить. Хорошо. Будешь пикать, кон? Давай. Кинь первый смок тогда. Кинь первый смок тогда. Нет. А это Б-Раш. Это будет проверка на прочность. Он очень плохо. Ай, ай, ай. Да неужели. Это было очень плохо. Я бы засейвил, друзья. Да, я бы тоже засейвил. Хаку, кидай первый смок в Б. Ну, что он игрока коннектора просит отдавать смок на Б, это огромная ошибка. Сори, сори, я не услышал. Но, как пока это, ладно. Смок дать себя сейчас? Да. Нет, он не будет его давать. Дает его тиммейт, который играет в Коль. Нет, флаж. А кидают, забей. Возвольте габринт в проем. Один пак на А. Они могут через Влад уйти. Зеленый, желтый не умри. Останься на Б. Парни потихоньку двигаться. Еще. Еще мейн. Еще один. Они на Б пойдут, ребята. Они на Б пойдут, они на А не пойдут. Я калаш подкинул. Я стою, стою. Я мид чекаю, я мид чекаю, не пройдет к вам. Я в КТ вторым на Б апплику, мужики. Кон, кон, кон. Убил, высел, мидал, высел. Кон, убил. Я убил мидал. Еще, кон, нас, кон. Я жду тебя, филет. Он дал смок и ставит. Калаш, понтон. Два мейн, два мейн и кон. Убил мейн. Я кт, я убил. Мне смок дали. Так, получается он закончил со счетом 12-10. Плюс-то вышел. Игра достаточно легкая была. Противники, как мы поговорили с тиммейтами, ну не были такими прям сильными. Тебе понравилось как-то капитанил? Тебе давали возможность? Да, мне очень понравилось. Все меня слушают, очень приятно играть. Болел прям каждый раунд? Да, я старался каждый раунд что-то предлагать. Ну, по большей части я просто повторять говорил, потому что у нас это получалось хорошо. На какой ловел ты играешь, как ты думаешь? Ну, я думаю, шестой, седьмой точно будет. Хорошо, давай послушаем, что скажут про тебя твои тиммейты. Ну, это тот самый случай за все ролики, которые я здесь участвовал. Вот самый случай, когда персонаж реально разговаривает, что-то колет, что-то говорит, что-то делает, предлагает. Мне это очень сильно понравилось. Ну, колы нормальные. Играть понравилось. Просто опыта не хватает еще индивидуально, и все. А так все хорошо, в принципе, есть куда двигаться. Я по микре вообще ничего не могу сказать, потому что я не умирал особо в этой игре, я не видел, как ты стрелял к ребятному раунду. А по касательно коллинга, то есть если ты прям капитанить хочешь, да, вот у тебя все условия были как для прака. И как для прака в мидраунде очень мало говоришь. Но в соло фейсе в мидраунде тебе никто не даст говорить, это никому не будет нужно, поэтому это не критично. Восьмой левел я бы дал. Восьмой левел ты бы дал. Нет, знаешь почему? Жесткий аргумент. Потому что мы стояли в респе, стоит, не помню, кто у нас зеленый был, стоит просто молча, и Vortex ему предложил дать калаш, чтобы у него был фулл пак, забалансить экономику. Это, ну, додуматься надо. Хотя он не просил дроп даже, понимаешь? Это очень сильно. Но, например, мы играли, знаешь как? Анубис, один перед Б, один перед А. И там один уже сближается кон, авик на воде, один в миду гранаты кидает. То есть так, играя Анубис против любой нормальный команд, там пачка три КЛа против нас была, мы бы за атаку ни единого раунда не взяли. Потому что если у тебя один перед А, и один перед Б, то ты не можешь себе забрать ни спейс перед Б, тебя гранатами отгонят, ни спейс перед А, тебя гранатами отгонят. И получается, что ты не можешь просто подойти и комфортно встать, кинуть гранаты, зайти в точку, как Анубис и играется. Поэтому, ну, в общем, против нормальных типов нас бы просто укатали с такой расстановкой на карте. Честно. Ну, в принципе, человек колил как бы свои раунды, но очень много было ситуаций, когда ты ему даешь информацию, человек, ну, не обрабатывает ее никак. В плане колов, ну, в принципе, было неплохо. Финально, на какой левел он играет? 1521 ММР. Ну, я бы оценил его, ну, на уровень 6-7 максимум. Потому что периодически, когда он вводит прицел в пол, в стены, это очень сомнительно выглядело. Ну, я согласен. С теней, я думаю, что 5-6 левел точно можно дать парню. Ему бы я дал, ну, тот левел, который у него и есть, сейчас 4-й. Ну, просто колы плюс-минус вначале вот были нормальные, а посередине вот уже начиналось у него просто из-за неопытности. Все-таки у него 100 с чем-то матчей всего. Второй участник, Никс. Третий левел фасит и также уверен, что играет на десятку. Не может подняться из-за тиммейтов. Этот парень знает колы и смотрит киберспортивные матчи, но команда просто его не слушает. Давайте с ним познакомимся. Какой у тебя был максимальный ранг? 50 ло до шестерки. Ну, 1150. Слушай, это в КСГУ, наверное? В КСГУ. Вау. Как думаешь, что тебе мешает? Чаще всего думаю тиммейтов, потому что чуточку не слушают. А как ты раскидку знаешь? Хорошо стреляешь? Вообще-то не стреляю. Понимание игры хорошее? На свой уровень хорошо, достаточно стреляю. Ну, я так думаю, потому что по АВГ, по КД, ну, когда я выхожу, АВГ набиваю периодически. Какая у тебя роль в команде? Не, ну вообще, вообще могу колить, то есть колы шарю за колы. Так-то... Не, а что ты хочешь? Что ты тренируешь? Что тебе лучше всего получается? Что тебе нравится? ОПЕН ФРАГГЕР. БАЗАР. У нас ПАПА ПАНГ. У нас ДОНГ молодой. Сколько тебе лет? А я платил... Я с Томска, я МНЕЧТАНОС. С Томска? Вот, это ПАПА ДОНГ. Это ДОНГ, ты что ли? Ребят, я бы под ковры сходил. Че, че ты делаешь? Ой, я... Ну давай, 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 ну ладно, иди, иди, окей. Погоди, какой раунд первый за КТ у нас? Да не капитан у нас в команде. Да-да-да, просто... Не, смотри, ты под ковры хочешь? Не заставляй, я не заставляю. Нет, ты можешь жестче сделать. Смотри, я пойду под ковры, ты встанешь за искрой спрячешься, и у нас третий тип на А будет. Где я спрячусь? За искрой спрячешься. Это где? Ну, фаер-бокс. Фаер. Все горят. А-а-а, я понял. Встанешь, и челу-яму ковры выйдут, не будут тебя видеть. Они меня убьют, КТ убьют, а ты убьешь всех, понял? Но нам нужен плюс один. Я встану. Все, все. Вот, теперь у нас супер-супер мощная А. Еще раз туда покажи, чтобы я до конца понял, где эта позиция находится. Окей, я тебе пи эту метку вот так вот клал. Тебе сюда, зеленый, а тебе сюда, не все спрятаться. Звук, звук. Я не слышу вперед, да. Вон смак, да. Окей. Это что? Я смаке. Шорт, шпорт, порт поздно реагирует, кого-то не слышит. Хорошо! Молодец, молодец. Хорошо. Он вовремя сообразил, что надо смотреть шорт, и попал туда, куда нужно. А у нас хон-плеер есть ведь? Конечно. Все, окей, окей. Я пит подпушил агрессивно. На его смок. Так, давай посмотрим. Ну, он очень поздний, этот смок. Если противник хотел бы просто пикнуть А, его он бы умер. Смотри, он заходит в этот смок. Это очень смелый игрок. Подай, есть один. Пит. Я набегу. А хакер, он вообще, ему все равно, он тоже заходит. Смок и у кого-либо преимущество. Но он прицел вообще не там держит. Да и хакер он тоже не там держит. Это равно доверие. Хотя нет, он что-то догадывается. Ну, вообще. Просчитали. Один пиц. Давайте я могу вам фармилки раздать, можете отыграть. Я могу это сделать. А, у нас, подожди, 1700, а у тебя хаку 1800, да, голая? Ну да, форсить надо. Так ты можешь, ты же можешь кольт себе купить, а тебя чего в подвале подсайт, и ты всех убьешь? Подожди. Да не, не. Андер играет. Красав. Он не знает, что там видно, там еще ударит все. А как А уже прошли? Я даже забыл про... А он отпустил, он на опорник, он стал в коннектор по своему желанию. Блин, ну что-то entry fragger должен побольше мулов знать, если честно. То есть как опорник, он полностью меня уже не устраивает, потому что мужик 0 гранат кидает. То есть молик в яму не закрывает, флешки в мид не швыряет. Короче, ребята, я кину молик в яму, вы можете вторую флешку на зажать и по колу над коннектором кинуть, все, я кон пикну. Че, че, повтори для меня, для тупого. По колу флеш, по колу флеш, в мид са. Что-то я заколю. Швыряй. А куда он сейчас дает флешку? Я просто новенький в игре. Дел старт, но я слишком рано заколил, когда он среагировал. Подпик своего авика, но он не дал. Ну пойду, гавик без флешки пикнул. Сейчас его я моллю, смотри, сари, сари. Пит-1 вышел. Пит-1 вышел. Без башки, без башки. Коннектор опять пуст. Устался на воде сейчас, вот. Хорошо. Ладно, сейчас, спасли его. Ай-яй-яй. Погавкал так чисто. Он даже не пытается уйти. Хакер, он убегает за пачкой. Он уже сделал стрейфов 15. Очень своевременный смок. На выходе. На мусорку залез. Еще. Зайплаз. 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 Хороший хорошеесть. Можно от эмок отыграть, я эко сделаю еще. А хотя не, я тоже фарзаю. Опа, я тебе дам, Кольт. Не-не, продай дигл. Дай дигл. А, запей. Да, пей, запей. Я со скаутом сыграю. Не, давай ты отыграешь, отыграй, отыграй. Не, бери, у меня армора нет, забирай. Я в кт со скаутом, можешь коннекторать. Я в кт со скаутом, я тебе смоку еще дам. Окей. Другие. Ага, нигде. Почти шкану нравится. Где молдом? Ладно, окей. Реализация. Каленый? Хит дал, хит дал. Окей. Коври, осторожно зеленый, я яму не пищу. Андр, Андр, Андр. Я помню, лава пищу. Убил яму? Найсс. А вот он дорогой. А, замаривай. А, замаривай. А, жесткий уже смок, хотя бы, да. Ну, что ты делаешь? Опорник флешку даст? Нет, он смог. А, коннектор. Он же на играть. Ладно. Может быть, он сыграет в коннекторе, по-другому, этот смог. Этот смог неправильно еще. Ай-яй-яй-яй-яй. А, похоже. Я флеш на кухне даю. Окей. Есть инфа, есть инфа. Это БРАЖ. Мог зайти вантер. Иди вантер. Ты упал. Все, это судьба. Иди вантер. Иди вантер. Так, ну типа умеет придеть. Промахнется, нет? Все. Пока он забронил, всех приняли. Да, да, да. У тебя 2600. Купи гранаты. Какой смог один? Ну это вообще... Что это? Один пит, один пит есть. Саша, аккуратно. А, да. Феллос. Не, он играет на третий, братья. Это прям... Второй, либо третий. И по часам его видно. Кажется, он дупля не ловит совсем. Как играть на А? Он ничего не понимает. К сожалению. То есть мид чисто, там эко. Он занимает ближнюю позицию. У него тип заходит в ковры. Он просто его провожает шифтом. Он уже зашел в ковры. Он-то топнул между, случайно. Дрекал яму, плохо шифтал. Короче, много моментов. Вот до каждого момента, короче, докопаться можно. Решил прыгнуть ладер, сдался. Но он на А кидает просто смог. Это прям... Второй ХЗ. Один только был. Не знаю, сколько играть, короче. Любой раш А, он умирает. Любой резкий выход в мид, до инстаков, до всего, у тебя тип в окне умирает от первого респа от навека, да? Если у меня, например, респа не будет, я с поздним дойду. Если, или мужик, если кон будет стрейфить. Просто любой файт в миду, ранний, всегда проигран. Потому что эти терры будут кидать флешки, а у меня А опорник не кидает флешки. Ну и из-за того, что он молик тоже не кидает, из-за этого еще и я слабая сама по себе. Я в КТ подарю вам молик экстра. По двум краям карты агрессия, чтобы они в шоке были. Какой смок, брат? Текан смок, шарт, шарт. Шарт бегут, шарт бегут. Ебать там. Потому что надо молик кидать, чтобы не было слышно, как я залажу. А он даже не покупает молик, не? Он не купил, у него смок, хе, он не покупает ни флешки, ни молик. Ты купил только в последнем раунде всю раскидку. Я делаю вывод, что он просто экономный, ему было жалко тратить деньги. У нас пид авик был. Он не купил вторую броню за терров. Это потальная ошибка. Открыто, вышло открыто, чтобы умереть. Отлично, молодец. Молодец. У меня ноль пуль. Зик. Это другое, кстати. Десять секунд, вам бы умереть. Умереть надо. Пять сек, брат. Он бил. Он, а, он набил. Смок на шорт. Ужасный смок. Просто худший смок из возможных. Смотри, сейчас из этого смокон умрет. Смотри, уверен. Умер из этого смокон. А, у нас шорт запушил. Шорт... Не смокон, я и был смысл давать. На буку запрыгнул. В зиге тип справа. Мужики, срочно. Попка, я заберу. Смоковки нет, но это никого не смущает. Смотри, он активировался просто в Вандер. Просто он очень хотел это сделать. А, нифига не дураки. Авик на пальце. Не, вот переграем. Я, по-моему, ряду спинул. Я пошел авик искать. Он в КТ был? Да, на САВИК он в КТ простоял. Ой, заходи, коннектор, заходи, коннектор. Внимание на себя, перетягивайся. Кто говорил? Кто говорил, что это бот? Смотри, мы пишем на счет. Все. Флюс конфиденц. Давай. Давай. Еще одного. Еще одного. Назад, назад, назад. Давай, назад. Господи, господи. Он сайт. Белого. Готай, гром, нет. Нет, вас буду. Он в джангл вышел. Он в бассейн году где-то был. Найс, парень. Хорошо. Бежат, срочно. Не кидай старт на мэка. Против фэка не надо. Я окон играю, окон играю. Подожди с ними. Подожди с ним. Да, мы можем стрейфануть, братан. Там юспер. Я попал? Нормально? Да, вроде. Да на мэка. Че, прикалываешь? Нормально все. Да ехо, мать. Слов конь. Они две х, я в ямузку ебали. Клузик срочно срочно срочно. Молик отгар даю. СВП первое это делаю. Я вам за плантом забрал. Синяка с панчкой. А, я с панчкой? Мы вам сказали поставить бомбу, и он больше сломя голову бежит, не понимая, что его могут убить. Найс. Куда он дает молоту? Куда он дает смок? Это что такое? Я уже смотрел, это он дает. О, хороший смок, очень приятный. Хороший, хороший. И молоту неплохо. Идиай. Не просил. Осторожно, голову тебя убьет. Я предлагаю мид пойти. Что за акробат? А, его не слышали? Сейчас, походу, давай-давай, диксус. Диксус. Он сделает один пирот. Хороший, диксус. Накуражай. Не хватаясь любым. Лосите, лосите. Лосите или джангл? Хороший. Пацан. В коннектор зайдете прямо сейчас втроем? Гоу, все в кон зайдем. 2 на п. Кон один чекает. Там один кон, там один кон играет. Так, отлично. Гоу, я ревилю смог. А, нет, прошел смог кон. Алло. Бакайте, бакайте сейчас. Кухня, кухня. Отлично, отлично. А кто не пустишь, синий? Зашел джангл. Я сейчас ударю. Бакайте, да. Билайк. Красный живой, все, еще задержал. Супер. Так, в итоге... Вот конец подсобрался, что-то. Ну да, что-то было. Но в итоге у него 11 на 16. Могло быть хуже гораздо. Ну, че, ну... Когда не вышел, но... Больше десятки набил. Уже хорошо. Это уже хорошо, да. Как тебе команда? Ну, команда, ну вот, честно сказать, лучше в моей жизни просто. Ты считаешь, что доказал, что ты хотя бы седьмой левел? Ну, считаю, да. Седьмой? Ну, седьмой. Хорошо, давай спросим у ребят. Парень сказал, что более-менее хорошо играет в Мираж. Понимает, что-то происходит. Не понял, где Искра. Ну, и в принципе, че? Ну, свой левел. Четвертый левел, нормально. Также на свой левел играет. То есть я его оценю на третий левел. Потому что... Ну, опять же, вот Искра. Пару раз не давал инфу, когда он мог. Флешки в мид не давал. Сашке вроде. Ну, третий левел, да. Ну, я что могу сказать? Ну, ты Искры, что инфу не знал, это угарно. Но я до этого не буду докапываться. Может, ты из Америки вчера приехал, да? Для тебя это трипл. Ну, в итоге я могу понять. Но ты сказал, что ты хорошо умеешь играть в Мираж и Вертиго. Мы заходим на Мираж. Ты себе выбираешь позицию А опорника. И кидаешь один смок в яму. Каждый раунд. Ни молика в яму. Ни флешки в мид. Никакого саппорта в мид. Ничего. И по микре я видел только несколько моментов. И каждый из моментов, которые я видел, ты выходил на типа. И вместо того, чтобы сделать контрстрейв, просто отжимал кнопку движения. Как-то, ну, не очень уверенно доводился и умирал. В сердце, которое я видел. Не знаю, может, мне так повезло. Так что, вот, 800 ММР, твои 824, мы тебе один добавили 825. Это твой нынешний уровень игры, брат. Мы тебе чуть-чуть помогли одним Элло. Я тебе советую посмотреть, как играют А опорники. Какой у них пак гранат, какая у них ответственность и так далее. Ну, насчет того, что было за КТ, я не знаю. Я играл другой плент, но очень часто приходилось ретейкать А плент. Без какого-то импакта от опорника. Так что, ну, я ценю его реально в третий уровень, который он играет. Как я уже говорил, мы записали еще два таких выпуска. Поэтому переходи в мой телеграм-канал и можешь посмотреть их уже там. До следующего ролика!